Римская борьба Итак, первый полуфинальный бой весит до 80 килограмм. Я напомню, что Давид Ашлили Дату очень эффектно выиграл у своего Визави из Киргизии. Я напомню, это был нокаут. И сейчас Давенко Эдуард должен, видимо, сделать из этого вывода. Я думаю, он сделал. Я повторяю еще раз, тактически очень грамотный боец. И не нарваться на такой же неприятный достаточно удар, мягко сказано. Смотрим по рисунку боя, что будет происходить. Давенко, я думаю, всеми силами попытается не выпустить Дату. Ну как, легко встал Дату. Вы знаете, на моей памяти, вот так вот, чтобы Давенко давал кому-то встать легко, это, в общем-то, наверное, второй раз. Ох ты! Бросок из учебника по греко-римской борьбе. Прогиб. Прогиб просто фантастический. Ну, Эдуард Давенко, он обладает фантастической техникой. Я уже это много раз говорил в репортажах, кто видел. Напомню, что он представитель греко-римской борьбы и чемпион мира по панкратиону прошлого года. Что он будет делать дальше? Видите, я прав, он не выпускает. И еще один бросок из того же учебника по той же греко-римской борьбе. Вы посмотрите, два таких прогиба. Я думаю, что уже по правилам греко-римской борьбы, наверное, Давенко Эдуард уже был бы однозначно признан победителем. Но! Но! У нас не греко-римская борьба, у нас панкратион. Абсолютные поединки, в которых, кроме того, чтобы бросать, надо еще, в общем-то, заставить соперника сдаться. Я повторяю, что обычно бой идет до сдачи одного из соперников. Других вариантов победить-то, в общем-то, нет. Ну, может быть, только, если нет, про чем. Вот, посмотрите. Один прогиб. Ну, просто великолепный. И вот он, второй. Прям подряд они практически были. Тоже в разнице, там, по бою на секунду, наверное, 20. Остановил судья. Так, это вот на руку, на руку грузинского спортсмена. Посмотрите, вот у него... Ох, вот он! Вот тот же самый удар, который провел кирийским спортсменам, чуть бы не застал врасплох Эдуарда Давенко, но успел. Давенко был... О, зря он, зря, зря Эдуард Давенко далеко он был. Зря он вот так вот пошел в обмен ударами, такими еще размашистыми. Надо ему остынуть. Вот сейчас он делает правильнее. Вот это правильно. Вот. Вот что значит опыт. Еще раз повторяю. И бросок, так называемой, мельницей. Еще так балла на 4 по правилам борьбы. В общем, да, Давенко по борьбе ты уже давно бы выиграл. Вот что значит опыт. Я остановился на этом. Видите, понял, что в обмен ударами, ну, бессмысленно идти совершенно просто. Да и не нужно это, в общем-то, это больно и неприятно. Поэтому стал рвать дистанцию. На первом ударе ведет дистанцию, на втором ныряет под руку. И вот, пожалуйста, сейчас может делать, ну, не все что угодно, конечно. Ну, вот видите, вот Арсена показывает удары коленями. Я повторяю, что в положении лежа, если оба спортсмена удара ногами разрешены, что еще один будет? Еще один бросок прогибом будет? Или не станет уже? Нет, видимо решил, видимо решил попытаться закончить бой ударами Давида Швили. Давида Швили. Молодец. Видите, он пытается все время встать. Как-то так разворачивается с ударом, с таким каким-то хитрым локтем. И отбрасывает соперника и пытается встать. Один раз у него это получилось. Больше пока, больше пока вот, вот то, что я говорю, вот этот удар есть. Видите, он пытается все время встать с этим ударом. Ну, похоже, что, похоже, что нашел ключик. Нашел ключик Эдуард Давенко к грузинскому, что называется, спортсмену. Ну, в переносном, конечно, смысле, вы прекрасно понимаете. Судья останавливает. Объясню, почему Эдуард наносил прямые удары в область позвоночного столба. Это запрещено в любом положении борцов, и стоя, и лежа. Да, я прав. Нашел ключик. Рецепт победы, по-моему, Давенко уже сам себе выписал. Резко идет на сближение, ждет удара, уворачивается и тут же проходит в ноги. Все, и Давид Ашвили падает. Он не может под таким напором устоять. Ничего, я повторяю, еще не закончено, но уже, судя по тому, что, судя по тому, что, да, судя по тому, что устал немножко до того Давид Ашвили, Давенко этот бой выиграл. Выиграл. Ввиду явного превосходства, я бы так это определил, поверживаем грозные даты, смотрим повторы. Вот то, что я говорил, видите, ушел под руку, накатил на спину бросок, повторяю еще раз, мельницы, и, в общем-то, завершил этот бой в свою пользу только потому, что я, повторяю еще раз, тактически очень грамотно его построил. А расстроенный Давид Ашвили уходит с ринга, но он очень достойно выглядел, он для расстраиваться, я думаю, что он очень понравился нашим зрителям. Итак, следующая полуфинальная пара весит до 80 килограмм. Рудаков Андрей, Семенов Андрей. А вот это очень интересная пара, я объясню, почему. На самом деле должен был драться против Рудакова Сергей Рябко. Сергей Рябко был травмирован, и вместо него введен запасной. Это Семенов Андрей, представитель Питера. То есть, так называемых альтернативных поединков. То есть, для того, чтобы не выходил человек в финал без боя, есть альтернативный поединок, и выигравший заменяет травмированного в основной сетке. То, что сейчас и произошло. И я не знаю, хорошо ли это для нашего москвича Андрея Рудакова, только потому, что Семенов свежее, естественно. Во-вторых, Семенов представитель рукопашного боя. Насколько я знаю, он пришел в рукопашный бой из самбо, а это значит, что он может работать в любом аспекте. И в обмене ударами он будет силен, и в борьбе лежа он тоже, я думаю, должен быть достаточно силен, потому что борьба с самбо, это как раз та самая борьба, которая учит делать болевые приемы. А болевые приемы, как вы уже, наверное, заметили по нашему репортажу, достаточно эффективны в этом виде спорта. И вот уже и удушающе нам продемонстрировали бойцы. И вот, кстати, тот же Рудаков выиграл болевым приемом на руку. Но вот сейчас он, к сожалению, он неудачно очень положение не выбрал. За него его выбрали, так скажем. Но я думаю, что уйдет. Но вот с помощью суди уходит. Судья остановил, потому что была пауза действительно в борьбе лежа. И сейчас напоминаю, что я имею право остановить. Итак, бой продолжается. Бой продолжается. Сейчас Рудакову надо так повнимательнее бы немножко, судя по тому, что Семенов так... Вот хорошо, хорошо. А! 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 Да. Правильно все сделал Андрей. И все правильно сделал его соперник. Ушел под руки, захват за ноги. И вот это тот самый прием, которым, кстати, предыдущий бой выиграл. Который... Предыдущий бой, которым выиграл-то как раз-таки Андрей Рудаков. Нет, но он, видимо, еще и защищаться от него умеет хорошо, потому что не дал ему это сделать. Семеново перевернул, кстати, вот... И находится сейчас в положении атакующего. Это, кстати, к вопросу, опять же, о времени борьбы и лежа, потому что, видите, идет активная борьба. Судья внимательно очень смотрит, не знаю, он нарезает так вот круги вокруг, но не поднимает, потому что есть атака и стоит с другой стороны постоянно. Нет, нету паузы, поэтому нельзя, нельзя останавливать такой бой. Совершенно прав судья. Рефери в ринге напоминает Шото Шугян. Сейчас уже немножко темп, темп впал немножко борьбы. Идет такая вязкая. Это вот специалисту по джиу-джитсу, джи-дуэль-самбу, очень понятно, идет, сейчас происходит борьба сейчас. Идет борьба как бы за доминирующее положение на захват. То есть, либо кто-то вот Андрей пытался ногу, Семенов пытался руку вытащить. Ни то, ни другого не получилось. И очередная остановка, рефери в ринге останавливает, потому что уже, да, уже как бы темп борьбы упал. Устали, устали оба спортсмена, очень много сил. Вы знаете, борьба лежа отнимает очень много сил. И дышать тяжело, и устаешь быстрее. Еще раз, еще раз, но просто дубль-два, что называется. Картинка один в один, опять бьет Рудаков рукой, опять уходит нырком спортсмены из Питера. И ситуация точно такая же. И сейчас реальная возможность у Семенова сделать болевой на руку. Не стал он это делать, не стал он это делать, вы видите, а хотя бы локоточек-то прихватил уже достаточно плотно мог. Но, видимо, он понял, что Рудаков умеет защищаться от этого приема, и причем после защиты еще выходить наверх, что и произошло, хотя он уже не пытался делать прием. Вот, и Андрей Рудаков сейчас имеет шанс в свою пользу завершить этот бой. И даже, может быть, если и не завершить, то хотя бы, так сказать, набрать очки, потому что, если, повторяю, будет ничья в этом бою, то будет решать мнение судей. Это не финальный бой, не будет дополнительного времени. Тут решают только мнение судей. Поэтому очень важна активность спортсменов. Если судья решает, то, естественно, они... Еще раз, еще одна попытка Семенова, и на этот раз удачная. Посмотрите, как удачно, плотно, как плотно взял. Я думаю, что я уже знаю, наверное, имя соперника Эдуарда Вдовенко в финале этого веса, потому что, ну, в общем-то, в общем-то, смотрите, судья уже готов остановить бой, и что происходит, и что происходит. И Андрей, Андрей Рудаков... Вы знаете, Андрей Рудаков не сдается. На удивление не сдается. Более того, он решает маленькое спортивное чудо. В общем-то, в моем понимании, это был стопроцентный болевой. Смотрим еще раз. Посмотрите, все грамотно сделал Семенов, все. Рука прихлачена, зажата в районе локтя, голову выключил. Да, да, второго такого шанса ему может судьба-то и не дать. А шанс-то был, в общем, представляете, из альтернативы попасть вот в полуфинал, да еще с шансом выйти в финал, а там, может быть, и выиграть. Ну вот, демонстрирует нам технику борьбы, это зацеп с падением снаружи. Кстати, этот же прием делал в предыдущем бою Андрей Рудаков. Если вы помните, я это помню. Такое чувство, что Семенов посмотрел этот бой и все делает точно так же. И болевой, я напомню, был такой же у Рудакова. Он довел его до конца тогда и выиграл свой бой. Вот сейчас бы Андрею Рудакову немножко бы так подержать его, подбивать дыхание, но с другой стороны держать-то нельзя, поднимется. Судья сразу надо атаковать, надо длинный бой. Я думаю, один из самых длинных боев-то будет на чемпионате, потому что у меня нет, к сожалению, хронометра. Вот реальная возможность у Андрея Рудакова завершить этот бой победой. Нет, нет, и эта попытка неудачная, и эта попытка неудачная. И уже не идет на болевой даже Андрей Рудаков, видите, он мастер удушающих, может придушить. Нет, поднимается еще раз судья. Вот этот зацеп снаружи, как я говорил. Прием эффективный, эффективный, эффективный и эффектный прием. Итак, я слышу, последние минуты объявляет судья, и еще раз, еще раз роняют Андрея Рудакова таким полупереворотом из арсенала вольной и классической борьбы. И сейчас, вот вы знаете, очень важно, вот сейчас для Семенова очень важно показать свою активность. Он сейчас должен атаковать концовочку так, чтобы у судей не осталось никакого сомнения в том, что он имеет преимущество. Или кончилось время, закончилось, я прошу прощения, или... Да, скорее всего, закончилось время, и вот сейчас настанет тот самый момент, когда мнением судей будут отдаваться победы в этом бою. В этом бою в равном бою победу по очкам с минимальным преимуществом одержал Андрей Рудаков. Да, Андрей Рудаков в финале. А сейчас мы с вами будем следить за полуфиналами в тяжелом весе, до 90-80 килограмма. Кадасов Максим, Горбаков Асхаб, Каркилия Ромази, Шургабаев, Дамир. В первой паре Россия-Казахстан, во второй Грузии-Киргизия. Итак, первая пара полуфинала. Тарасов Максим, Горбаков Асхаб. Обоих уже представляли мы на первом бое. Скажу только, что они старые, что называется, друзья-соперники. Встречались один раз в Новосибирске. На финале международного турнира Тарасов Максим тогда выиграл у Асхаба Горбакова, причем удушающим приемом своим коронным. Сейчас, конечно, горит жажда реванша. Я уверен, Асхаб Горбаков очень чистолюбивый, самолюбивый спортсмен, как, в общем-то, в принципе, и все присутствующие здесь спортсмены. По-другому просто не может быть. Но смотрим за боем. Пока я бы не сказал о каком-то преимуществе мифическом кого-либо, но вот это положение Тарасова-Максима, оно, в общем-то, как бы, что называется, предгрозовое, и предвещает, в общем-то, неприятности для соперников. И я не понимаю... Ну, это, наверное, таксический ход, потому что, по секрету, можно сказать, что у него болят коленки. Вот. И ничего другого ему, по-моему, не остается, как просто оседлать своего соперника. Не-не-не-не. Нет? Блин, у него очень богат технический арсенал, и я просто думаю... Это, на самом деле, то, что это коронка, это да. И вот это удушение, вот эта вот растяжка, вот все. Все, уже все, уже капа выпала, все, уже сдаваться. Да, да, тут было без вариантов. Вот эта вот так называемая растяжечка, когда человек запускает ноги и выгибает позвоночник, уже, в общем, уйти практически невозможно. Просто если ты попал на нее, покажут нам или нет, это уже все. Просто не попасть на нее, это вот задача, да. И так, достаточно легко Максим Тарасов выиграл свой полуфинальный бой. Вот, видите, что-то сказал Горбакову. И он в финале. А второй полуфинал Саргабаев-Замир в Киргизе, Таркель-Рамази, Грузия. Соответственно, бокс, который представляет Замир, против греко-римской борьбы, который представляет Рамази. Я прошу прощения у спортсменов, я не знаю, как правильно стать удавление, Рамази или Рамази, поэтому бывает и так, и так называю. Я думаю, он не обидится на меня. Итак, смотрим. Ну, я еще раз повторяю, что Саргабаев исповедует, даже в боях без правил, в абсолютных поединках, исповедует, в общем-то, как бы только технику бокса. Он редко идет бороться, хотя бывали, на моей памяти, он даже в душа еще победил один раз, но... Ой-ой-ой, добивай! Все! Нет, нет, ну посмотрите, какой Замир молодец, как благородно поступил, я бы сказал, дал встать. Не было удара, на самом деле, не он был виновником падения. Сфоткнулся просто грузинский спортсмен. И вот ответ, ответ грузинского спортсмена, такой, в темп, такая посадка в темп, я бы сказал, борцовская. И все-таки и прошла, вы знаете, прошла, несмотря на то, что потяжелее Замир, и помощнее даже выглядит, она прошла. И какие-то... и вот... И так он... так... Что так... Нет, ну надо... Надо останавливать, или надо уходить, или на суде должен останавливать этот бой, потому что Замир как-то, в общем, безвольно... Безвольно, я так не понял, почему это происходит. Да, правильно сделал судья, рефери в ринге. Видите, какая радость грузинского спортсмена. В общем, бой, который мне, в общем-то, не удалось, честно говоря, откомментировать. Ну, наверное, только могу сказать, что... Вот, видите, не он был виновником падения, и дал встать он грузинскому спортсмену. Может быть, об этом он жалеет, но я не думаю, я шучу. Конечно, благородства у ребят, в общем, хватает. Они никогда друг другу не... Прям по-подлому не поступают. Да, Роман Скаркелли в финале. Да, и у нас на очереди полуфиналы в супертяжелом весе, свыше 90-80 килограмм. Это та самая абсолютка, о которой я уже говорил. Савочка, Роман и Витясян, Михаил, первая пара. Ну, представлять, я думаю, не надо. Походу, я что-то там про них вспомню, если то я скажу. Оба, естественно, Россия. Вольная борьба против самбо. Ну, так, не против, конечно, это утрированно, я говорю. Просто один занимался вольной борьбой профилирующей, другой занимался и занимается самбо. Итак, Михаил Витясян, чемпион Европы 98-го года, чемпион Европы 99-го года, победитель многих боев престижа. Против Романа Савички, молодого спортсмена, очень перспективного спортсмена, который, вот последнего достижения, он стал чемпионом в Японии по версии RSA-боксинга, как называется, ну, трюкопашный бой, грубо говоря. Итак, что мы видим? Роман Савочка упал, но при этом сохранил как-то атакующее положение. Успел зацепить за ногу и сейчас попробует, я думаю, сделать приемное болевое на ногу. Нет, Михаил Михаил уходит, уходит, нет, еще не уходит. Опять, вот, вот, вы видите, вот называется ущемление хиллосухожилия, и этот прием, в общем-то, только в самбо разрешен, а, в рукопашном бою еще он разрешен, но, в общем-то, вот два вида спорта, в которых этот прием разрешен, и попытается его сейчас сделать Роман Савочка, но не стал, видите, бросил ногу, обманул немножко, вы знаете, обманул хитрого Витясяна, бросил ногу и перешел, да, неожиданно, обычно, обычно Витясян так тактически, грамотно строит, но он и сейчас, я не говорю, что он что-то там может быть проигрывает, но обманул его немножко Савочка, так усыпил и перешел на него резко, перешел резко, пытается сейчас ударами завершить этот бой, как это обычно происходит в Панкратионе. Нет, Михаил очень грамотно вяжет его руки, видите, поджимает к себе, прижимается, ну да, удары, удары, проходят, но не те удары, которые приняты в победу, да, мы видим, а вот это, то, что я говорил, сразу же проход в ноги, Михаил до конца, еще второй класс, спортсмен до конца делает здесь прям, ну посмотрите, как он в Савочка, как он в темп, он понял, что уже все равно упадет и как он в темп перешел на атакующее положение, вроде бы проигрывал и в следующую там буквально долю секунды он уже атакует, атакует, хороший спортсмен, хороший равный бой, ну полуфинал, полуфинал, это в общем-то выходит, уже, уже выходят, так сказать, сильнейшие, и Витясян молодец, разнообразие, обычно он не бьет, вот пробил два боковых удара и потом таким, сдернул резко переворотом с выхватом ноги, еще раз, еще раз Савочка оказался в невзавидном положении, что называется, и сейчас у Михаила есть, есть реальный шанс, вот из этого положения, Михаил Витясян на моей памяти выиграл много боев, много боев, он заканчивал именно вот так, да, именно вот так, я не вижу сейчас, вот там поменяли ракурс, я не вижу там, насколько Савочка может противопостоять, противостоять, я прошу прощения, в этом положении, Витясяну, судья, судья рядом, судья все видит, мы, к сожалению, не видим, видим только спину, Михаила Витясяна, убирает коленом руку, блокирует одну правую руку, и пытается, ага, а что такое, по-моему, был переход на удушающий захват, и остановка боя рефери, нет, да, это значит просто, рефери посчитал, что нет активности в борьбе лежа, и поднял бойцов в стойку, ну что ж, есть еще раз, еще один шанс, еще раз есть шанс у Романа Савочки, нет, такая, грамотный перевод вниз, такая посадка, и опять Михаила Витясяна в положении наверху, опять вынуждает Романа, а вот Роман Савочки защищает, а сейчас Роман Савочка пытался нам продемонстрировать тот самый уход хитрый, который нам демонстрировал до этого американец Хит Херинг, у него не получилось, а вот, вот, предыдущий бой, то, что я говорил, вот, вот, если человек запустил вот так вот ноги, начинает вытягивать, очень тяжело уйти с этого положения, вот, уже все, да, ну вот, в общем, к сожалению, достаточно написано, в общем, что называется, черным по белому, как только он уже вошел в это положение, было ясно, что Савочки будет, ну, неимоверно трудов стоить, да, Михаил Витясян в финале, в финале Михаил Витясян, и вторая полуфинальная пара этого веса супритяжелого, Араб Халид и Рамазан Межидов, соответственно, бокс, который представляет Араб Халид, Рамазан Межидов, я повторяю, у него как профилирующая вольная борьба, но он мастер спорта еще по кикбоксингу и по рукопашному бою, по-моему, я не хочу сейчас заглядывать в свои записи, потому что боюсь отвлечься, бои настолько быстротечные, и ох, ох, а как грамотно бил, а с обоих рук, Араб Халид, но Рамазан Межидов от обоих ударов ушел, достаточно, причем легко ушел, ну, если он по кикбоксингу, бронзовый призер СНГ, по версии ВАКа уже говорил, уронил немца, сейчас будет пытаться, я не думаю, что он будет делать болевые, потому что уже видел, что бой с Кочневым, он, конечно, смотрел, Араба Халид, и понимает, что достаточно физически выносливый Араб Халид, смотрим по ходу, смотрите, раз, а, первый раз порвал дистанцию, а второй раз поддернул под руку, ну, в общем-то, видимо, такая заявка, так, скажем, на рисунок боя, такова, на мой взгляд, Араб Халид будет пытаться бить, а Межидов на его ударах контр-атаковать, смотрим еще раз, и еще раз дубль два, вы знаете, я бы даже не решил себе как-то бросок назвать, вроде бы проход в ноги, захватом за две ноги, но такой разделенный во времени, сначала проход, а потом сам бросок, получается, он поддержит, поддержит его Межидов, и так уронит, но это на самом деле гораздо жестче, чем просто прохода в ноги сбить, смотрим, смотрим за боем, нет, нет, Араб Халид так просто не сдастся, нет, это мы уже видели по его предыдущему бою, ага, вот, еще раз, еще раз попытка ущемления ахиллового сухожилия, мы смотрим, и вы знаете, очень грамотно защищается германский боксер, значит, вот видите, в Германии проходят, наверное, все-таки борьбу с самбо изучают, потому что очень грамотно он захватил ногу Рамазана Межидова, и также пытается сделать ему ущемление ахиллового сухожилия, и если у него не получится, по крайней мере, защитился грамотно, подняли стойку, остановка была в партак, подняли стойку, смотрим, смотрим, это, в общем-то, на руку германскому спортсмену, нет, уже Рамазан Межидов даже не стал ждать, когда он выкинет руку навстречу, а просто пошел в ноги, бросок с захватом двух ног, опять повергает немца вниз, опять они находятся в положении борьбы лежа, уже подустали, видно оба, все-таки велико, во-первых, напряжение психологическое, да и физическое, в общем-то, я тоже думаю, повторяю, что вес свыше 91 килограмма практически. Рамазан Межидов, я думаю, очень хочет выиграть, очень хочет, он впервые, он впервые вот участвует на чемпионате мира, чтобы он исправил конкроте, но, хотя, впрочем, Араб Халид в русской версии тоже впервые участвует, тоже, наверное, хочет выиграть, да не наверное, а точно хочет выиграть. Еще раз, еще раз дали шанс, еще раз дали шанс германскому спортсмену, напомню, что он представляет бокс, ему, конечно, сподручнее, что называется, работать руками. Ох, и дубль 4 уже, по-моему, потому что опять два боковых удара Араба Халида, которые легко парируют Рамазан Межидов, и тут же переходит в атаку, викиноносит удар коленом, я напоминаю, что разрешено это в правилах конкроте, он, Араб Халид, чтобы уйти от этих неприятных ударов коленом, начинает уходить, переворачиваться, и сам отдает, сам отдает шею Рамазану Межидову, называется, сам сунул шею в петлю. Да, да, я думаю, он очень расстроен. Смотрим повторы, смотрим повторы, но это вот то, что я говорю, бросок прохода ноги за схватом двух ног. Вы знаете, очень расстроен, я думаю, Араб Халид, но что делать, спорт есть спорт, и проиграл он, конечно, очень достойно, и очень достойного соперника, очень достойного соперника Рамазан Межидову, в финале. А сейчас мы представляем вам еще один бой, это бой за титул чемпиона Азии, вот, Захаров Олег, Россия, представитель боевого самбо, он чемпион Азии по панкратиону, он будет защищать свой титул, и претендент Янков Евгений из Якутии будет пытаться оспаривать, так сказать, отобрать этот титул у Захарова Олега. Я сразу вам скажу, дорогие друзья, что это бой в весовой категории до 70 килограмм, до 70. Захаров стал чемпионом в весе 70 килограмм, это вот вопрос о категориях весовых, который был. Смотрим бой, значит, я не видел никогда в бою Янкова Олега, ой, прошу прощения, Евгения, знаю только, что он многократный победитель турниров по рукопашному бою среди спецподразделений, призер страны СНГ, бронзовый призер страны СНГ, по-моему, по тайскому боксу, занимаясь кикбоксингом, и профилирующий у него, по-моему, был тайский бокс, по крайней мере, в протоколе. Итак, посмотрим, что нам продемонстрируют два спортсмена. Вы знаете, эти бои всегда достаточно интересны, только потому, что бойцы легкие, очень резкие, очень техничные, арсенал технический, прошу прощения, гораздо больше, чем у тяжеловесов. И вот сейчас мы смотрим, вот Олег Захаров так тянет за ногу и думает, а куда бы, куда бы, чтобы его поставить, потянуть, но встает, встает, Евгений Евгеньев встает и попадает еще раз на захват за шею. Попытка Олега Захарова была бросить через бедро, не получилось, и попадает сейчас уже Захаров в неприятное положение, а вот это вот, наверное, посмотрел бой Эдуардов-Довенко, Янков пытался бросить прогибом, но не смог, не смог. А была задумка хорошая, в принципе, положение, с которого проходит этот бросок. Смотрим, захват, нет, попытка, я думал, попытка удушения, ну, вы знаете, попытка удушения, я думаю, вряд ли пройдет, потому что, да, Захаров Олег, это очень опытный боец, такой, я бы сказал, дерзкий, достаточно боец, очень техничный, очень любит выманивать соперника вот на себя и потом резко уходить, либо встречать, либо резко уходить. Очень много у него, вот на моей памяти, у него, по-моему, 5 или 6 боев нокаутом именно вот по версии русского абсолюта по боям без правил, по панкратиону. Ага, вот то, что я говорю, видите, вытащил, вытащил, ушел под удар и все, зацеп изнутри с падением и Янков Евгений повержен, повержен на землю, на ковер, остановка, потому что, видимо, судья посчитал. Да, вот этот повтор, даже не зацепив, сказал, даже отхват такой, такой резкий. Это вот в стиле Олега Захарова, вы знаете, это в стиле Олега Захарова, за что его любят зрители и я думаю, что и даже специалисты, профессионалы. Смотрим, еще раз попытается он сделать такую же, наверное, картинку. Нет, вязкая пошла борьба, Янков Евгений тоже, в общем-то, не лыком шитый, опытный спортсмен, я повторяю, это было много боев с плечами. Сейчас Захаров пытается, пытается такого, по-моему, сейчас будет он попытаться его переводить в положение лежа. Да, причем не просто пытался, а даже бросил, такой бросок через бедро, хороший такой, достаточно амплитудный, вот, но трудно отдать предпочтение, конечно, кому-либо, потому что то, что я видел, вот это вот положение, оно несколько раз они менялись таким положением, ну, может быть, Олег Захаров побольше бросал, а бить они друг другу оба не давали, я не видел каких-то ударов, там, и серий, там, одиночных, в общем-то, была больше, больше вязкая борьба, вот, в клинчах, захватах, и вот, только броски, может быть, Олега Захарова спасут, я не знаю, как будет сейчас приниматься решение, это уменит, к сожалению, да, сейчас будет приниматься решение судьями, смотрим еще раз, что нам покажут судья на этот раз, с решением судейской коллегии, победа по очкам, присуждается, Олегу Захарову, да, и он, и он остается чемпионом Азии, он защитил свой титул, итак, итак, финалы, первый финал, весит до 80 килограмм, Рудаков Андрей, Довенко Эдуард, оба представителя России, Довенко Эдуард на ваших экранах, представитель греко-римской борьбы, из города Краснодара, и его визави, видите, сейчас Андрей Рудаков, джиу-джитсу, представитель города Москвы, вы знаете, пока вот они, а, нет, нет, нет времени, ничего сказать, я только хотел сказать, что пока они ведут разведку, но так, Эдуард Довенко, без разведки, так опасно, так быстро, я даже не заметил, как он так кинулся, причем, очень грамотно кинулся, прикрывая, вы заметили, нет, не знаю, прикрывая подбородок плечом, чтобы не нарваться на встречный удар, и вот, своим коронным броском, за две ноги, прохода в ноги, перевел Андрей Рудакова в положение лежа в борьбу, очень неудобная для него, неудачная, все прекрасно это понимают, и прекрасно понимает и Андрей Рудаков, он много раз видел бои, Эдуард Довенко, а это вы знаете Михаил Илюхин, это человек-легенда, это первый, первый чемпион по панкратиону, по боям без правил, российской версии, Михаил Илюхин, сейчас он в Японии, приехал секундировать здесь своего товарища, который дрался в альтернативных поединках, человек-легенда, действительно, с которого начинался, начинался панкратион в России, я бы сказал так, один из, мы смотрим за боем, что происходит, в общем, положение, хоть и был подъем в стойку, положение особо не поменялось, Эдуард Довенко доминирует, он занимает более атакующее положение, более выгодное положение, естественно, Андрей Рудаков приходится защищаться, защищаться так, что он еще прижат, к сожалению, для него к сетке, таким образом лишенный еще одной степени свободы, я так сказал, и оттуда, с одной стороны у него, видите, вот сидит Довенко, а с другой стороны у него сетка, остается два варианта, влево-вправо, влево-вправо, его не пускают, да, конечно, это, в общем-то, для него, я бы сказал, проигрышное положение, тем более, напомню, что у него был тяжелейший бой с питерским спортсменом Семеновым, да, я смотрю, по-моему, у кого-то рассечение, у кого я не вижу, вы знаете, по-моему, у Довенко рассечение, это на самом деле, я смотрю, у Андрея ничего не значит, значит, Андрей умудрился находить внизу, ударить, и, может быть, даже, вы знаете, были, были моменты, когда в прошлом году, кстати, сам Эдуард Довенко встал, стал чемпионом мира, его соперника сняли из-за рассечения, был достаточно равный бой, да, я вижу, красноречивый, опять же, уже даже рефери, не вызывая, врача, что, бой закончился, по-моему, была сдача, все-таки, даже врача-то вызывать не надо, потому что была сдача, по-моему, Андрей Рудаковцов, когда я понял, сдался, ну, там было, он правильно сделал, и правильно сделано, что остановили бой, и так, Эдуард Довенко становится чемпионом мира 2000-го года по конкордеону, он становится дважды чемпионом мира, и так у нас есть чемпионом мира, но интересно, будут ли олимпийские чемпионы, ваше мнение, Валера? Мы надеемся, мы в этом направлении идем, я повторяю, в 2004-м году в Афинах, когда будет олимпиада, мы постараемся, чтобы конкордеон был включен в программу, как показатель вид спорта, ну, а дальше уже, дальше уже прямая дорога к олимпийскому виду спорта, очень надеемся на это. А у нас второй финал, финал в весе свыше 80 килограмм, до 90 килограмм, Тарас Максим с дебютантом соревнований в Каркеле Рамази, из Грузии. Тарас Максим, повторяю, титулованный, чемпион Европы 1998-го года, чемпион по валютуду 1999-го года мира, соответственно выступает, противостоит ему дебютант наших соревнований, грузинский спортсмен Каркеле Рамази. Очень неожиданно, для меня, по крайней мере, он вышел в финал, выбив достаточно сильных спортсменов. А вы знаете, кстати, вот о сильных спортсменах перед финалами огорченные иностранцы, когда, ой, я прошу прощения, потом, Тарас Максим, видите, показывает, что он может не только бороться, он может и бить, прекрасный удар прямой провел. Так вот, подошли иностранцы, вместе с гостем чемпионата, вы его видели, с Дэвидом Эйрзом, обладателем восьмого дана по Айкидо, и, как бы, обиженно спросили, по-моему, сейчас будет сдача у Рамази Каркеле, нет, вывернулся он, вот они так обиженно спросили, ну, не обиженно, я шучу, конечно, они спросили, вот, как так, вот мы вот приехали, мы, там, в общем, рассчитывали на победу, и внешне, вот, на ваших спортсменов, посмотришь, они вот, как-то не мощные такие, как бы, не, вот, фактурные, красивые, никак вот у нас не получилось, на что им Дэвид Эйрз, не я повторяю, ребята, ответил, Дэвид Эйрз, восьмой дан по Айкидо, он им просто сказал, нужно заниматься самбо, это я говорю, кстати, к сведению российских болельщиков, российских спортсменов, что, имея в арсенале такую замечательную борьбу, как самбо, я думаю, что, стоит обратить на нее внимание, и для того, чтобы побеждать в абсолютных поединках, как видите, в общем-то, это можно ей заниматься, и, в общем, она принесет достаточно, как бы, плоды, эти занятия, так скажем, чтобы закруглиться, принесут свои плоды, а мы наблюдаем за боем, за финальным боем, Тарасова Максимова против грузинского спортсмена Ромази Каркелия, и вы знаете, дебютант, в общем-то, в общем-то, так у нас раписто, идет вперед, и даже, вот, впервые на этих соревнованиях, по-моему, он перевел чемпиона мира в положение лежа, так, под собой, удары сверху, удары, правда, они такие, я бы сказал, барабанного типа, не знаю, можно когда-то был музыкантом, но, эти удары мы видели, уже заставили сдаться один раз Сергебаева за мира, смотрим повтор, да, попытался перевести захватом за подколенный сгиб грузинский спортсмен Тарасова, успел тот контратаковать, и, в общем, не получилось, не получилось так, как хотел Ромази, но я смотрю, так, по собрану стал Максим, по собрану, стал так уже держать, ведь напряжение уже, уже напряжение держит, постоянно его так на ударе держит, заставляет того дергаться, выдергивает, выдергивает, но в Ромази, в Ромази, манировка десятка, и смело идет на обострение, проходит в ноги, пытается Тарасова повалить, не получается, накрывает его Тарасов, ну, в общем, опытный спортсмен, я сейчас повторяю, конечно же, он видел эту попытку и весом накрыл, и сейчас вот, я не знаю, увидим мы в действии знаменитую Тарасовскую, я бы сказал, карусель в партере, будет ли он, будет ли он пытаться делать болевые, или он все-таки попытается ударами решить исход встречи, вот судя по тому, что я вижу, нет, а не дает, вы видели, тоже, тоже ведь смотрел, бои-то, грузинский спортсмен, не дал запустить ногу-то, а Тарасов с другой стороны, вот, вот это называется тактика, вот это называется, да, тут уже, я думаю, нет, уже все, уже руку поднял, приготовил, да, все правильно, вот это блестящая победа Максима Тарасова, вы знаете, блестящая, я просто сказал, почему, потому что, было видно, что пытается защищаться грузинский спортсмен, так как вот он, это понимает, вот он не давал, вроде бы, зайти на удушающие, с другой стороны, зашел Тарасов, ударил, раз, ударил, два, ушла защита, тут же продета рука под подбородок, и вот он удушающий прием. Мы поздравляем Максима Тарасова, который тоже, тоже, кстати, стал чемпионом мира по панкратеону 2000 года, напомню, он чемпионом Европы, уже был по российской версии, чемпионом мира по бразильской версии, чемпионом мира, впервые в своей карьере он становится чемпионом мира по российской версии, по Russian Absolute. Да, рады, я смотрю, Александр Иванович Иншаков, конечно, он рад, это, кстати, Максим Тарасов, он дерется в этих чемпионатах с самого первого, с самого первого, он единственный участник остался, который дерется с самого первого чемпионата. А мы, дорогие друзья, переходим к последнему бою этого чемпионата. Финал супертяжелой категории весовой, в абсолютной категории Авдесян Михаил против Рамазана Межидова. Кстати, знают друг друга соперники, российские, да, как и все остальные, к сожалению, может быть, потому что, я уже рассказал вам про иностранных спортсменов, которым совет-то уже дельный дали, может быть, на следующий год они, так сказать, подтянутся и все-таки выступят более... Но это должно радовать, потому что... Это радует, на самом деле я шучу, конечно, ребята сильные, просто на них день сегодня бывает. Я очень много видел этих бойцов, и Рэмко видел, и Хит Херинга видел, вот, так сказать, в деле, я могу сказать, что это очень... Хит Херинг, он дрался в Бразилии, я помню, там просто сумасшедшие бои, он стал тогда, на моей памяти, вторым призером, а потом и выиграл этот чемпионат на следующий год. Это очень сильные спортсмены, просто наши сегодня сильнее этого. Это спорт. Да, это спорт, кто-то сегодня сильнее, просто потому что сильнее, а завтра будешь тренироваться, будешь сильнее ты. Итак, смотрим за последним, заключительным финалом. Финалом, финалом, так называемых, украшения любых турниров по боевым видам спорта, это супертяжи. Супертяжи пользуются всегда повышенным вниманием, повышенной любовью зрителей, потому что, в общем, да, это, так сказать, богатыри. Это богатыри, которые, может быть, которыми мечтали стать бы все, может быть, кто-то в детстве, может, кто-то сейчас, но это, как бы, любят, любят супертяжей, за их вот, такую основательность, за их силу, за мощь. Смотрим, смотрим на бой, я смотрю на Михаила Витисяна, на нашего хитрого Михаила Витисяна, и понимаю, что он что-то приготовил, как для своего соперника, Рамазана Меджида, повторяю, друг друга знают, еще по вольной борьбе, они встречались, будучи на сборах, там, когда выступали по вольной борьбе, на сборах сборной России, и что-то, что-то не идет, видите, обратите внимание, а, кстати, обратите внимание, что Михаил Витисян без перчаток, первый бой вышел-то, ой, это какая-то задумка, задумка, потому что в обычном Михаил Витисян без перчаток, я скажу, почему он без перчаток, он знает, что Рамазан Меджида здорово борется, и может хорошо брать захваты, а в руках перчатки, это лишний шанс уцепиться и держать захват, ага, выждал, выждал, ух ты, ну это Миша, да, какой шикарный переворот с захватом двух ног, а, передний переворот, но, к сожалению, не добился он, конечно, большого преимущества этим переворотом, потому что Рамазан Меджидов все-таки грамотно защищается, видите, нет, потихонечку, Михаил Витисян все-таки, все-таки вышел наверх, будет, будет попытка, не знаю, будет ли попытка болевого у Михаила Витисяна, я редко вижу, что он делал болевые, хотя на этом чемпионате, вот он, по-моему, во втором бою с Романом Савочкой доказал, что он умеет делать и это, и, кстати, в том же бою он доказал, что он умеет и бить, но я же сказал, что вот Михаил Витисян, он какую-то готовит хитрость, готовит хитрый приемчик для Рамазана Меджидова, опять же, повторяю, вышел он без перчаток, а это уже о многом говорит, понимает он, понимает, я думаю, что тактически Михаил Витисян, наверное, больше готов к сегодняшнему финалу, чем Рамазан Меджидов, раз он уже на такие мелочи обращает внимание, их продумывает, значит, я думаю, что он больше готов, я, к сожалению, могу ошибаться, к сожалению, просто могу ошибаться, посмотрим, давайте, я думаю, бой покажет сейчас, бой сейчас нам все покажет, посмотрите, посмотрите, и все, и сдача, сдача Рамазана Меджидова, вы знаете, такой болевой, такой удушающий, он есть, есть, когда человека накатывают, накатывают на спину, а подбородок прижимают к груди, и дополнительное, получается, усилие на удушение, и человек, и правильно, сразу человек сдается, посмотрим, покажет, вот, посмотрите, вот то, что я говорю, видите, вот, когда в шее в таком положении, невозможно противостоять, противостоять, невозможно просто этому, посмотрите, как раз Михаил Витисян, да, дважды чемпион мира по панкратиону Михаил Витисян, дважды, дважды, а я еще напомню, что, что у нас есть, что называется, номинация, номинация за лучшие достижения в 99-м году спортивные, лучшему, самому доблестнейшему, я бы сказал, спортсмену, я пока, пока не видел, чтобы ее вручали, это значит, что, видимо, лауреатом этой номинации, этого кубка, первым, влате, этого кубка, получил, учрежденого Рао, на лиц, киники, наверное, встал Михаил Витисян, потому что, если бы это было не так, было вручение бы раньше, и так, на вас, патронах, дважды, главный чемпион мира, двук раз чемпион мира, по-картиону, Михаил Витисян, счастливый, молодец, второго пояса, второго пояса, бояста остаются, спортсменов, я вам скажу, а вот тот самый кубок, о котором я говорил, этот кубок, великий, это аналогу футбольного, то аналог, это аналогу кубка, стенды, да, я слышу, что этот кубок, вручает Михаилу Витисяну, кубок, Услужженный Рао Норильским, вручая Крила Веттисяну, посчитав его самым достойным спортсменом в 1999 году. Что ж, мы поздравляем Крила Веттисяна и с этой наградой. Первое имя, которое будет на этом футболе, это будет имя Крила Веттисяна. А мы на этом заканчиваем наш репортаж. Спасибо за внимание и всего доброго. С вами был комментистан Валерий Делькач и отрежу вас многодетный спорта СССР Елена Ременовна. Берегите себя, занимайтесь спортом, а читайте газеты Спорта СССР. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok